Несколько слов о деле, так называемому газовому делу Юлии Тимошенко. Еще раз обращаю внимание на суть предъявленного обвинения. Мало кто сегодня может четко сформулировать, что же происходит. Я уверен, что большинство здесь присутствующих четко и не скажет, в чем же обвиняется экс-премьер. Я выскажу некоторые соображения по этому поводу. Есть уголовное дело, которое рассматривается сегодня в Печерском суде. Суть преступления, в котором обвиняется экс-премьер, следующая. Тимошенко Юлия Владимировна приняла единоличное решение и обязала голову нафтогаза Украины Дубину подписать заведомо невыгодные газовые контракты. Это решение не принималось в кабинетах министров, а было принято единолично премьер-министром. Но суть этого контракта и суть проблемы, возникшей, мало обсуждается. Я еще раз обращаю внимание. Законами Украины прямо предусмотрено, что при повышении цены на газ пропорционально повышается цена на транзит. Но это логично. Если стоимость газа, который перемещается по газовой трубе, если стоимость газа растет, то вполне логичный рост цены на транзит. И это предусмотрено прямо нормой закона. Экс-премьер Тимошенко обязала Дубину подписать газовые контракты, по которым цена на газ была повышена. А цена транзита осталась прежней. Именно эту разницу эксперты высчитали и вывели в размере 1,5 млрд грн. Эти убытки причинены в связи с подписанием этого газового контракта. Но и это еще не все. Юлия Владимировна Тимошенко имела личный долг перед газовыми компаниями Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации. Этот долг возник в период, когда Тимошенко руководила компанией Единые энергетические системы Украины. Известно о подписании контрактов с фирмой ЕСУ. И известно, что долг этой компании перед государственными учреждениями России составляет более 405 млн долларов. Эти долги, накопленные компанией ЕСУ, которая руководила Тимошенко, были предъявлены к оплате в 2011 году Министерством обороны Российской Федерации. Причем Министерство обороны России требует возврата долгов, апеллируя гарантии правительства Украины, подписанной Павлом Ивановичем Лазаренко. Суть этой схемы была такой. Правительство Украины гарантирует возврат долгов компании ЕСУ за счет средств бюджета Украины. В случае, если компания ЕСУ долги российскому государству не погасит. Что в итоге и произошло. Компания ЕСУ не расплатилась по долгам. Эти долги были предъявлены к оплате. И в качестве гарантии письмо правительства Украины, подписанное Лазаренко. При таких обстоятельствах, скажите, есть ли конфликт интересов у премьер-министра Тимошенко и ею же, как руководителем компании ЕСУ? И имел ли право премьер-министр страны, имея такие долги перед компаниями Российской Федерации, обязывать чиновников Украины заключать такие контракты? И почему премьер-министр Украины в тот период не доложил о своем личном конфликте и о своих личных долгах народу Украины, уполномоченным организациям Украины, президенту страны? И почему сегодня российское министерство обороны требует погашения долгов частной фирмы за счет средств государственного бюджета Украины? Продолжение следует...